Всех с первым днём весны, дорогие друзья! Сегодня 1 марта, ещё три пары команд начинают борьбу за Кубок Гагарина, Авангард Лада, Металлур Камур, СКА Торпеда. В те дни, когда мы не будем выходить в прямом эфире, мы будем делать традиционный для плей-офф дневник Кубка Гагарина, и сегодня первый его выпуск. Учитывая то, что обычно матчи заканчиваются достаточно поздно для жителей Востока, в этом дневнике будут только два матча Авангард Лада, который уже завершился, и Металлур Камур, который в эти минуты для меня ещё продолжается, который я смотрю здесь из студии. Всё самое интересное, важное, своё впечатление об этих играх в этом дневнике, заранее прожимая лайк этому выпуску, помогая увеличивать нашу аудиторию, для меня это важно, под последним практически тысячу собрали, если не сложно, жмякни прямо сейчас. Ну и, конечно, все матчи Фонбет, чемпионаты КХЛ, в том числе плей-офф, можно смотреть на сервисах КХЛ по подписке Яндекс Плюс, и большое спасибо моему партнёру, букмекерской компании Фонбет, за поддержку моих начинаний, за помощь в призовом фонде на моём боте, где проходит турнир прогнозистов, в котором вы тоже можете поучаствовать, по ссылке в закреплённом комментарии переходите, и там можно выигрывать ромкоины, монетки и лутать классные призы. Вот такое начало, ну и давайте сразу в Омск, где сегодня стартовал для авангарда плей-офф, и на самом деле, я вам скажу так, матч Лада начала очень крепко, такой, немножко такой сумбурный был где-то хоккей, много такой возни, беготни, борьбы, и почему-то вот по этим первым минутам Лада выглядела так предпочтительнее, особенно меня поразил вот момент, обратите внимание, как здесь пошли в силовую, на защитников, шайбу отобрали, создали момент на брос, там такой эпизод, если бы чуть поточнее подправил, то, наверное, Хомченко бы не спас, Хомченко это ещё одна такая важная история, всё-таки многие гадали, кто из трёх голкиперов, которые в этом сезоне у авангарда играли, начнёт плей-офф, Хомченко, Проскуряков или Мишуров, Кравец на предплей-оффной пресс-конференции сказал, что Мишуров занимается отдельно, тренируется им или Проскуряков, или Хомченко, и всё-таки выбор в сторону Павла, и, наверное, для него это очень большая, крутая история, что он был обменен на Демченко, и в итоге, получив свои шансы, он ими так здорово воспользовался, что стал основным голкипером, но так по игре, да, авангард вот с этим первым таким, ну, не то чтобы натиском, да, но вот этой борьбой Лады был готов, и постепенно, буквально первая же такая серьёзная по-настоящему атака привела к заброшенной шайбе, шайбе Байков подобрал её и классно с кистей прошил под Епольского, удивительно, как Лада так в центре здесь провалилась, потому что там ещё и перед этим мог забивать Пьянов, но в итоге шайба Байкова, и она так вот придала импульс о мячам, и буквально ещё через полторы минуты уже Николай Прохоркин, про которого я говорил в превью, что он в потрясающей сейчас форме, он берёт, получает шайбу, там такой красивый раскат авангарда, и посмотрите, просто сам создал этот гол, но вот на повторе видно, как решающее значение в этой шайбе повлиял вот этот вот увод, так сказать, шайбы в сторону, заставил Николая здесь перемещаться под Епольского, и как раз на этом перемещении шайба прошла там между его щитков, если бы сразу Николай бросил, наверное бы он угодил прямо в самого Влада, но вот это вот действие, оно просто предопределило исход, и самое интересное, вот насколько я люблю вот эти города, где любят хоккей, потому что Прохоркин забил, и сразу же трибуны начали скандировать, Коля Прохоркин. Слушка, стадион скандирует Коля Прохоркин. О чём это говорит? Это говорит о том, что болельщики хорошо понимают то, насколько важную роль сейчас играет Николай в команде, и его игра, она прям реально вдохновляет. В итоге 2-0, самое важное, что удалось авангарду, и то, что удалось командам, которые вчера смогли добиться победы 29 февраля, это вот реализация своих моментов. Ну, согласитесь, два момента и два гола, которые сразу же пригвоздили немножко Ладу, им было сложнее играть. Более того, потом ещё было большинство за нарушение численного состава, и там вообще счёт мог становиться 3-0, но защитник Сёмин выкатил шайбу буквально с ленточки, на повторе показал сначала, точнее, сначала показал, что там подъепольский сыграл, потом выяснил, что это был защитник, который смахнул шайбу. В итоге первый период канул в лету, во втором тоже, так, первый бросочек, потом выбрасывание, опять Прохоркин выигрывает, Джафяров бросает, и по итогу счёт достаточно быстро становится 3-0, потому что очередное большинство на Пьянове нарушили правила, и Буше, да, вот, уважаемые болельщики, я понимаю, что вы хорошо разбираетесь авангардовски, но это уже по регулярке мы видели, когда Буше вот из своего привычного офиса, из правого круга выбрасывания переходит сюда на пятак, они меняются местами, тем самым запутывая где-то игроков обороны, не знаю, запутали ли здесь Тольяттинцев, но Ткачёв, прям вот перебирая эту шайбочку, он ждал эту для линии передач, и так классно подкинул, ну и Буше давненько не забивал, там люди начали беспокоиться, счёт стал 3-0, и практически ещё через какое-то время он стал и 4-0, и, конечно, этот наброс и подправление Гумнова, такой уже, можно сказать, гол-плей-оффный, где всё на ворота, всё на пятак, ну и Иван шикарно сыграл в этой ситуации, опять же, да, дуплетом вот такие шайбы, которые опять все попытки Лады как-то, можно сказать, вернуться в эту игру, перечёркивают, при этом Лада смогла достаточно быстро одну шайбу отыграть, выиграли вбрасывание в чужой зоне, и в итоге Георгий Солянников отквитал одну шайбу, но Лада чувствовал себя всё-таки как-то не в своей тарелке, и отыгрываться им с 0-4, с 4-0 на выезде, ну, было очень сложно, тут и трибуны включились, и Авангард, в принципе, чувствовал себя очень уверенно, и вот все те проблемы, которые, казалось, возникали на старте, они были нивелированы за счёт того, что достаточно уверенно Авангард себя чувствовал, реализуя свои моменты, создавая их, и, да, может быть, большинстве потом больше не удалось забить, но в любом случае преимущества этого было достаточно. В третьем периоде Гуляев очень быстро, там, на четвёртой минуте забросил шайбу, счёт стал 5-1, и далее уже такой, ну, можно сказать, чуть-чуть доигрывали. Ключевым эпизодом ещё отмечу то, что Лада не будет сдаваться уже на последних секундах фактически против Ткачёва Березин сыграл раз жёстко, потом, когда Ткачёв ему что-то начал говорить, попытался как бы за себя вступиться, он его ещё раз так жёстко опрокинул, и там такая куча мала образовалась, все пытались драться, какие-то такие стычки произошли, огромное количество людей отправили в скамейку для штрафников. Я считаю, что это такой мостик от Браташа, от Лады, то, что, да, сегодня у нас не получилось зацепиться, но мы так просто не сдадимся. Вот, я думаю, это такой посыл, который Авангард к чести принял, несмотря на то, что это были лидеры на льду, там и Бушей, и Ткачёв в итоге сидели на скамейке штрафников, но, в принципе, то, что я ожидал, я сегодня увидел, более классное и мастеровитое нападение Авангарда сделало разницу, и когда счёт уже стал таким крупным, Ладе, конечно, было трудно менять концепцию. Игра Лады это классная оборона и то, когда они получают небольшое преимущество или счёт такой, знаете, скользкий, и они могут быстро к нему вернуться. Вот, когда этого нет, им гораздо сложнее, но Авангард, поздравляю с первой победой, на мой взгляд, хороший, крутой матч, но вся борьба ещё впереди. Кстати, на последнем выбрасывании выпустили Вербу, и Олег Браташ на пресс-конференции сказал, когда мы увидели, что вышел Марк Верба, мы подумали, кого мы можем выпустить самого крепкого, потому что у нас такого игрока нет. Ну вот, Марк Верба, это как раз та история, да, что если у Авангарда будет дальний поход, у них есть человек, который вот может постоять за любого, выйти, и, значит, так сказать, ну не то, чтобы держать страхи, но это тоже определённый ответ на вот там грубость, какие-то такие моменты, которые будут происходить. Ну а теперь к серии Металлург Амур только что досматривал концовку, и третий период получился голевым. Там матч вообще, знаете, вот он такой типичный плей-оффный, и он отличался от того, что было даже вчера во всех играх, потому что без моментов практически два периода команды играли, реально без моментов. Там начало первого периода, первая половина на стороне Амура. Мне прям понравилось, как они действуют. Потом постепенно, постепенно Металлург начал нащупывать свои какие-то нити игры. Во втором периоде были отрезки, когда там Набоков сыграл великолепно. Помню момент Коржкова, когда просто краешком своей амуниции Илья справился с броском и оставил свою команду в игре. Так бы Амур забил первую, я думаю, было бы ещё тяжелее. Но в итоге два периода реально без голов. Было ещё, кстати, большинство, но там вот пресс, мне очень нравится, как действует пресс-шайба, вот как он её двигает, как он разворачивает вот эту обороняющуюся четвёрку. Это прям круто. Но большинство тоже у Металлурга не получилось. В третьем периоде уже Металлург прям добавил. Со старта периода они стали больше бросать, больше набрасывать. И чуть ли не первый такой отскок, на котором оказался первым игрок магнитогорской команды Егор Яковлев, привёл к заброшенной шайбе. Ну, тут Бобкова обменять достаточно сложно, да, в чём-то. Потому что, ну, на отскоке всегда сложно играть. Яковлев забил и так по-капитански возвал к трибунам. И на этой потом на скамейке его показывали. Важный гол для магнитки. Но, в принципе, рисунок игры даже после гола не поменялся. И ещё через какое-то время Металлург смог забросить вторую шайбу. И здесь уже как раз пресс, наброс. И Люк Джонсон на пятаке здорово сыграл. В принципе, этот такой североамериканский стиль там подправил. 2-0 счёт стал. И казалось, что Металлург доведёт дело до такой, ну, не то чтобы без лёгкой такой концовки. Понятно, что борьба бы была, но практически сразу Амур затолкал свою шайбу. Вот что мне нравится в команде Мартимьянова, что они не стесняются вот такие моменты играть, что они прямо копают, копают, копают. И вот тут Шевченко, да, просто посмотрите на повторе, он просто шайбу вот так между ног отправляет туда куда-то в амуницию в скоплении игроков. Она оттуда отскакивает, вылетает, и её фактически Ян Дроск просто уже в пустые ворота Набокова отправляет. Таким образом, благодаря счёту 2-1 мы получили просто жаркую концовку. За полторы минуты там проброс, Мартимьянов берёт тайм-аут, и вот, не знаю, у меня как вот без оскорблений, как Саранча Амур висел на этих воротах, особенно на последних уже секундах. Там такое столпотворение, просто все 10 полевых как будто стояли, точнее даже 11, потому что не было Бабкова, вышли 6 человек, они там пытались найти эту шайбу, отыскать, но всё-таки не вышло, Набоков вместе со своими обороняющимися устоял, и Металлург добился победы, и мне на самом деле эта победа кажется очень важной, вот тот, кто смотрел превью, помните, как я говорил, что для Металлурга важно хорошо начать, почему? Потому что они сегодня в любом случае где-то волновались, реально много там таких, ну ещё молодых игроков, у которого не было большого опыта игры в плей-офф, у некоторых вообще его не было, и сегодня это волнение где-то чувствовалось, это подтвердил и Разин, и важно, что по такой игре магнитогорцы смогли добыть вот эту трудную такую победу. Она придала им силу, она дала им возможность выйти вперёд в серии, и теперь на следующий матч они будут чувствовать себя поспокойнее, поувереннее, вот, а Амур показал за счёт чего он может собственно с этим металлургом играть, потому что где-то какой-то один отскок, какая-то возможность они забивают и с ними очень сложно играть в атаке, они стараются лишать пространства, и в принципе даже игроки магнитки, тот же Юра в первом перерыве сказал, они ничем особенно не поменялись по сравнению с той игрой, которая была недавно, но только стали играть чуть больше в тело, это то, о чём я говорил, в общем, если Амур сыграет так же, но чуть более, может быть нацелена, где-то вот там в большинстве, сегодня даже и большинства то не было, по-моему, команды там по разу, грубо говоря, удалились, то есть любой микромомент даже нужно реализовывать хабаровчанам, потому что если игра продолжится и дальше в таком ключе, то мы увидим совершенно другой, возможный результат, при этом любопытно, что команды в Хабаровске, помните, там они сыграли какой-то сумасшедший матч, какой там был счёт 7-6, или, ну, короче, какой-то такой суперрезультативный, здесь наоборот, нерезультативный, но это и есть плей-офф, здесь чувствуется вот важность каждого момента, наверное, даже Амур где-то чуть-чуть жаль, потому что они тоже такой неплохой матч провели, но посмотрим, и мне кажется, что вся борьба здесь ещё впереди, я даже от такого хоккея, конечно, получил удовольствие, потому что каждая серия, там какие-то есть свои фишки, за которыми так следишь, наблюдаешь, и прямо получаешь удовольствие, но Набоков показал сегодня, что он очень уверенный в себе, молодой человек, собственно, то, о чём мы видели в регулярке, но вплоть здесь всё по-другому, и вы не представляете, Настя покажет этот момент, как просто вот он там в воротах, и вокруг него там такое количество, там как шайбу-то можно разглядеть, поэтому за Набокова очень рад, магнитогорских болельщиков тоже поздравляю с победой, как и омских, и ждём уже послезавтра, когда команды сыграют ещё раз друг с другом, и мы уже увидим новую серию этих противостояний, вот такой вот дневничок получился, может быть, где-то чуть коротковат, ну, вы, в общем, по формату пишите своё мнение, потому что я, глядя хоккей, буквально сразу после окончания хочу это сделать, чтобы у вас была возможность, так сказать, уйти в ночь, посмотрев этот выпуск, и написав своё мнение по поводу первых матчей своих любимых команд в этом розыгрыше, плей-о, потому что это важно, чтобы мы общались, я под выпуском второго превью, второй части ответил просто на все комментарии, я всё это читаю, и вам огромное спасибо за поддержку, смотрите эфиры, завтра у нас должен быть эфир с известнейшим журналистом Сергеем Микуликом, который много лет уже в профессии спортивной, и для меня большая честь, что он дал согласие прийти, так что залетайте завтра на эфир, и я буду вас всех ждать, ну и подписывайтесь на канал, прожимайте лайк, если вам понравился этот выпуск, и, конечно, самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»